Около тысячи тонн асфальтобетона и три с небольшим дня потребовалось сотрудникам управления механизацией автомобильного транспорта, чтобы благоустроить участок дорожного полотна на перемычке между Варламовской дорогой и Южным шоссе. Этот путь еще называют энергокоридором. Руководит ремонтом Алексей Малышев. За его плечами 26 лет работы по укладке асфальта на дороге. Асфальт видел всякий. Начинали еще просто чисто песчаным, это еще все в далекие 90-е времена. Сейчас уже более качественной, более прочной. Уложиться в столь короткие сроки помогла оперативная поставка сырья для ремонта автодороги. Материал брали с нового асфальтного завода «Бетонсервис», на котором установлено оборудование немецкой фирмы «Вибао». Завод начал работать в прошлом году. На нем производился щебеночный мастичный асфальтобетон для улицы Семашка. Все не стоит на месте. Появляются какие-то новые добавки, которые используются. Соответственно, все-таки, наверное, улучшается качество, улучшаются характеристики. Ну и здесь, конечно, если новый завод, соответственно, можно более качественно сделать. В этот раз «Бетонсервис» выиграл аукцион на поставку сырья для ядерного центра. Для автодорог с меньшей нагрузкой требуется асфальтобетон другого состава. Для участка по энергокоридору в НИЭФ заказал асфальт марки «В-2». Гравий и щебня в нем всего 30-40%. Этот материал еще называют обычным бетоном. Его можно использовать практически во всех сферах. Если на каких-то больших магистралях, как М4, Дон, естественно, марка А, Б используется. Но для наших дорог достаточно, в принципе, этого. После завершения укладки асфальта останется укрепить обочины щебнем, чтобы кромка дороги не крошилась, и сделать разметку на дорожном полотне. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.